МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Влад Чижов. И да, у меня обострённое чувство справедливости. Ты что, маленький, обижаешься? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Тихо, тихо. Еле сюда понял. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Я от Настя. Поехали за деньгами. Камеру. Звук есть? Звук есть. Я знаю, как вычислить и обойти людей, для которых киняк – это бизнес. Так охота этим пащам. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Есть проблемы. Будем решать. Сегодня в программе. Я только потом поняла, что я сделала глупость. Чего поняли-то? Быстренько рассказывай. Сейчас насчёт коллектора долбать. Признай то, что тебя кинули. Это мой парень. Подружку возьмёшь с тобой? Ну, сейчас он уже ваш парень. Не снимай его. Главный мистер. Заткнись на разговор спокойно. Так, ну-ка, личики не прячем, мартышки. Я не знаю, что у девочек в этот момент в голове. Квартира, похоже, здесь. Где Паша, Паша. Откуда я знаю, где Паша долбан? Здрасте. Паша, а я за тобой. А что снимаете? Программку снимаем про автосервисы. СМС-ка пришла от Мишки. Видео какое-то прислал. Давай-ка посмотрим. Влад, я тут Крум проезжал. Девчонок видел. Стоят, видно. На деньги разведет, на бизнес стреляют. А сейчас развернусь обратно. Подъеду к ним. Смотри. Подъезжаем. Привет. Привет. Случилось что-нибудь? Да, на самом деле ситуация такая произошла у нас с подругой. Закончился бензин. И деньги я забыла. Она вообще их с собой не брала. А я, походу, знаю, что это за тёчки. Это те самые, которые бомбят фуреров ушастых на выезде из города. Мне в блог писали. Ну, мы, взрослые девочки, сами справимся, заправимся. Я, на самом деле, хотела попросить, может быть, ну, я не знаю, займёте немного денег. Я номер ваш запишу. Обязательно вас наберу вечером. Встретимся. Я верну всё. Ну, там, не знаю, пообщаемся. В кафе сходим? Сходим. Не, ну, посмотрим, но... Видал, как Мишане повезло встретила? Хорошо. Пятьсот, хватит, пятьсот. Пятьсот, так, пятьсот. Спасибо. А, номер, номер, давайте. А, о, видишь, а я забыл. Пиши восемь. Миша, добрая душа. Семьсот шесть. Итих откуда отдал? Пятьсот, девять. Да. Всё. Подружку возьмёшь с тобой? Ну, я ей предложу, а там она уж как сама захочет. Ладно, хорошо, всё, давай, пока. Давай, до встречи. Всё, пока. Ну, что, вечером встречаемся. Дай-ка я его наберу. Давай, подожди поговорим. Алло. Миша, занимательное видео я получил. Просто супер. Отлично, рад, что понравилось. Короче, я видел, что ты пятихатник отдал. Ты же никогда просто так деньги не отдаёшь. Я так понимаю, ты их пасёшь. Ну, конечно, я здесь все же смотрю. Что там происходит? Тут вот люди подъезжают, постоянно им отходят деньги. А дают, наверное, мужички, клюют на шортики и красивые шутки. Конечно. Да, сейчас другая вышла. Теперь замуж. Короче, скидывай скорее метку, мы сейчас к тебе едем. Давай, сейчас перешнём. Отлично. Ну что, отработаем, мартышек? А вот эти самые девчушки. Смотри-ка, как мы вовремя. Они слинять даже не успели. Да, Миша молодец. Заметил. Поснимайте из машины. Я скрытку возьму. Девочки, здравствуйте. Что случилось у вас? Какая проблема, бензин закончился. Мы с собой деньги не взяли, кошельки дома забыли. Вы можете нам помочь? Что, серьёзно, что материально вам помочь? А что случилось у вас там? Совсем бензин ноль. Да, бензин закончился. Сейчас залью вам бензин. У меня есть канистры. Что, делов-то? Какой бензинчик, господи, да? Бензинчика не надо. Чуть-чуть. Ничего не надо. Чуть-чуть денег. Всё, мы сами всё решим. Серьёзно, что ли? Да. Да, давайте я схожу. У меня есть бензин. Доедем сейчас с вами до заправки, если нужно. Что хочешь, да? Понять не могу. Так, а что ты можешь сюда мою селить? А что такого-то? Эй! Чувак, чувак, ну как ты кайфов? Ставь, тормози, тормози. Я сказала, что машина в лапу. А где это у вас кондиционер включается? Я тебя сейчас выключу вообще. Это машина папинка. Ты что делаешь? Слышишь? Слышишь? Стой! Быстрее! Девчонки, а вот здесь вот в сумке деньги, это тоже мне? Слышишь? Я сейчас позвоню. Это незаконно, это угон. Поступку мою вообще безусловно. Это угон. Я хочу молиться, чувак. Насколько можно? Давай, стой. Астанавливайся. Слышишь, ну что ты хочешь, мы все сделаем. Давай как-нибудь порешаем. Не знаю, ты ведешь себя плохо. Ну а что, побегаете, что жиры стрясете? Слышишь, ну мы устали. Мы устали. Слышишь, давай как-нибудь поговорим, ну, решим что-нибудь. Чуть мы решим. Ну, я не знаю, придумаем, что. И ты сделаешь все, что я скажу? Сделаем все, что ты скажешь. Ну, пойдем вон там на стояночку. Давай. Бегом, бегом, бегом. Чего расслабились-то? А то я передумаю. Как встали. Марина, все из-за тебя. Я тебе говорила, что это чувак из Решавы. Это могла бы нормально сказать. Чего поняли-то, быстренько рассказывай. Они сами деньги отдают. О, Господи. Боже, да вы что, серьезно? Так, ну-ка, личики не прячем, мартышки. Смотрим в камеру. Ты что у людей, деньги стреляешь? Иди работай. Я не понимаю, что ты не работаешь. Ну, а что, мы же чуть-чуть работать. Слушай, ну, а мы так не хотим. Ну, я тогда поехал. Подождите, подождите. Давай поговорим. Слушай, ну, правда, не выкладывайте никуда это. Ну, да, да, окей, окей. Не будем мы больше этого делать. Короче, так, вот те ключи, еще раз увижу, за этим занятием ноги вырву. Да, и, кстати, пятихатник мне верни, который ты моего сотрудника выцегнила. Все, свободно. Увижу, проблемы будут. Поехали, ребята. Надо было с них денег взять за то, что я у них личным тренером по бегу поработал. А то, смотри-ка, что, два килограмма скинули совершенно бесплатно. Я-то свои деньги отработал. Правда? Ну, вот что за поколение пошло? Кто их воспитывает? Кто их этому учит? Я вот понять не могу. Вот они думают, что вот у них есть вторичные половые признаки, и все, целый мир им обязан. Да не так, никто им не обязан. По мне, я вот так считаю. Это твой выбор, быть лохом или не быть. У нас страна свободная. Короче, делайте выводы. Брачные аферисты. Больная тема. Уже столько раз я предупреждал, столько приводил примеров. И все равно бедные женщины попадаются на все эти истории. А все почему? Потому что эти аферюги натуральные актеры. То они участники боевых действий, то они сотрудники спецслужб, то они какие-то известные бизнесмены. Ну, именно в этот момент они разорились, и им срочно нужны деньги. Короче, мне в блог написала девушка Елена. Сказала, что какой-то прохиндей кинул ее на 300 штук. У меня, к сожалению, не было времени с ней встретиться. И на встречу поехали мои ребята. И вот такое видео они записали. Мы с Павлом встречались три месяца, но не жили вместе. Но собирались. И в какой-то момент он пропал. На телефон у него работал. А когда появился... У него был фингал и кипс. Он не хотел меня посвящать свои проблемы. Но потом он мне рассказал, что во всем виновата его бывшая жена. Она взяла кредит 600 тысяч, а поручителем сделала его. А потом она пропала, и сейчас коллекторы требуют с него денег. У него не было всей суммы. У него было только 300 тысяч от продажи машин. Я согласилась эти деньги ему одолжить. Я написала расписку. Я только потом поняла, что я сделала глупость. Но я не могла ему не поверить. Вот так вот. Одним рощерком пера минус 300 штук. И прохиндей растворился. Не найти его. Но это не страшно. На самом деле есть расписка. Поэтому думаю, что смогу помочь этой девушке. И сейчас я еду к ней навстречу. Лена, здравствуйте. Это вам. Это мне? Да. Спасибо. Ну, что у вас такого сложного? Так-то вроде я все посмотрел. А расписка у вас на руках. Пишите заявление в суд. И вполне официально через судебных приставов по исполнительному листу получаете свои деньги. В чем проблема-то? Дело в том, что проблема есть. Расписку написала я. Ну, это не страшно. Вы написали расписку, он поставил подпись. Все, она действительно в суде. Ну, там не совсем подпись. Он был в гипсе, он поставил крестик. Лен, вы серьезно сейчас мне говорите? Есть расписка при себе? Да. Это не расписка, это фуфло. Ее ни в какой суд, конечно же, не отнесешь. Да. Ну, а что дальше было? А дальше он пропал. Он вообще пропал, не выходил на связь. А потом я ему написала сообщение, что я просто пойду в суд с этой распиской. И тогда он мне предложил встретиться. И вот он пришел на встречу уже без пингала, без гипса. И он начал просто насмехаться надо мной. И потом он мне показал заявление, копию заявления в полицию о том, что он утерял паспорт. Его паспорт утерян в тот день, когда я написала эту расписку. Он мне сказал, что если я буду обращаться куда-то, то меня обвинят в мошенничестве. Смотри, какой шутник оказался. То есть он все это заранее загадал, устроил эту театральную постановку с гипсом, да? Да, прекрасно выглядел. Неделя прошла. Трудная ситуация. Вы не расстраивайтесь, я за это дело возьмусь. Давайте сделаем вот как. Вы мне сейчас дадите его номер телефона. Да, у меня есть, только он выключен. А это не страшно. Вы мне пришлите его номер на мессенджер. По возможности, наверняка же были какие-то фотки там совместные. Может, есть фотографии этого умника? Да. Отправьте меня на мессенджер. Вы когда вот эту расписку оформляли, номер паспорта, вы сверяли вот с тем утерянным, якобы утерянным паспортом? Да, да, у меня был паспорт, я его видела, он реально. Ну что, мне нужен тайм-аут. Будут новости, я позвоню. Спасибо. Не благодарите пока ни за что. А вот вам за кофе спасибо. Вот ведь девочка хорошая, добрая. Влюбилась в парня. А он взял ее и швырнул на 300 штук. Смотри, какой веселый. Крестик поставил. Весельчак такой. Но смеется тот, кто смеется последний. Сейчас расписочку отправлю Феликсу. Феликс, здравствуй, дорогой. Я тебе сейчас только что отправил фотографию расписки. Там в ней паспортные данные и место жительства некого чувачка. Дай на него понимание, что за человек чем дышит. И вроде как он паспорт потерял. Выясни эту ситуацию тоже. Да, видишь твое сообщение, сейчас все выясню. Тогда на связи. Спасибо. Пока. Ну вот так вот. Паспорт он потерял. Но квартиру-то, где живет, не потерял. Вот мы и мотанем в адрес. Заглянем ему в лицо. Все, поехали. Кофе по дороге попьем. Чувачок этот, вполне циничный тип. Циничный и хлоднокровный. Он что, заявил Лене? О том, что у тебя на меня ничего нет, поэтому денежки останутся при мне. А знаете почему? Он же все знает про ее личную жизнь. Он-то понимает, что заступиться за девушку некому. Но вот тут он ошибся. И свой удар в губен он уже заработал. Пока заочно. Да, Феликс, дружище, чем порадуешь? Ну смотри, есть информация по поводу паспорта, который ты отправлял. Ага. Он действительно, с ним все в порядке. Действителен? Ты уверен? Отлично. Все, услышал тебя, дорогой. Спасибо. Давай на цели. Ну вот так вот. Значит, блефовал этот весельчак Павел. Ну а так, на самом деле, посудите. Раз в месяц он будет раскручивать какую-то девушку. И раз в месяц менять паспорт по утере, что ли? Да ровно на третьем разе им заинтересуются вполне серьезные люди. Вот как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok. Квартира, похоже, здесь. Все. Короче, нет никого. Пустая квартира. Ладно, попробуем через соси. Кто там? А здравствуйте. Здравствуйте, не пугайтесь. Я, на самом деле, к соседу к вашему. Да-да. Я просто хотел с ним повидаться. Пропал. На связь не выходит. Ну, мне кажется, его долго не будет. Это что это? Это почему это? А потому что недавно слышала на лестничной площадке шум какой-то. Мужик к нему приходил. Требовала деньги. Но он после этого, я в глазок посмотрела, в спешке и ретировал. А, странная история. Но я, на самом деле, тоже по неприятному вопрос к нему. Есть у меня подозрение, что он там девчонок обманывает. Деньги занимает. Вот и не отдаёт. Аркадий? Вы ничего не путаете? Да нет, ничего не путаю. А как вы его назвали? Аркадий? Да. То есть не Павел, да? Да нет. Только я тебя помню. А сейчас я вам покажу фотографию. А вот, случайно, не вот этот персонаж? Вот это же Аркадий. Да я вообще даже близко не стояла. Это не он. Он вообще лукаш. А вот этого вы не знаете? Ну, вообще-то, я его видела. Он здесь ошивался. А вы говорите, Аркадий, короче, такой закладывает. Да, закладывает постоянно. Ну, а что, куда он мог скрыться-то? Да-да, я даже не знала. У него, он, удачи даже нет. А, кстати, он может шиномонтажки пошиваться. А что за шиномонтаж? Где найти? На окружной. Все, я понял вас. Ладно, лучше забеспокоиться-то, извините. До свидания. До свидания. Миша, выйди на связь. На связь у вас. Миша, установите наблюдение за квартирой. Может быть, хозяин появится. Хорошо. Здравствуй, Влад. Здравствуй, Региночка. Запиши, пожалуйста, адресок. Так, минуточку. Записываю. Окружной проезд. Дом. Квартира 46. Нужно пробить хозяина квартиры. Есть ли на нем какая-то еще недвижимость? И вот еще один момент. У него в квартире прописан некий Павел. Вот нужно на него собрать информацию. Может быть, он перепрописывался еще где-то. Короче, дай мне на него расклад. Ну да, все, поняла. Все, спасибо тебе, дорогая. Хорошо, Влад. Если этот Павел в реестре оставил какие-то следы, то обязательно размотаем. А сейчас, наверное, надо прокатиться до шиномонтажа. Он где-то здесь рядом. Мы с Павлом встречались три месяца. Коллекторы требуют с него денег. Я согласилась эти деньги ему одолжить. Я написала расписку. Он был в гипсе, он поставил крестик. Паспорт он потерял. Но квартиру-то где жилет, не потерял. Аркадий? Аркадий? Не Павел, да? Он может в шиномонтажке пошиваться. Да, хреновая ситуация. Если, короче, мы этого Аркашу не найдем в шиномонтаже, искать его будет очень тяжело. А именно он знает, где этот Павел. Потому что раз он его прописал, значит, были у них какие-то взаимоотношения доверительные. Ну, я так думаю. Ну, пойдем спросим. Здорово, дружище! Ты Аркадий? Нет. А где Аркадий-то найти? Аркадий в подвале на складе. Вот сюда направо, в ворота. Ага. И он вниз там. Все, понял, спасибо. Пожалуйста. А что снимаете? Программку снимаем про автосервисы. Хорошая будет. Аркадий! Аркадий, привет. Да постой ты, куда ты ломишься-то? Куда ты... Что надо, мужик? Да тихо ты! Не ломнись тут! Сказал не снимать! Стойся на разговор, спокойно! Отстанься от меня! Отстанься от меня! Я тебя не трогаю. Иди садись, поговорим. Офигеть вообще! Спокойно, ничего не парься и не бойся. Меня зовут Влад Чужок. Эти ребята – моя команда. Я снимаю программу для канала «Члены» называется «Решала» про мошенников. Но ты меня не интересуешь, меня другой человек волнует. Какой человек? Павел. Ну, жил у меня такой три месяца назад. Комнату я ему сдавал. Где ты его взял-то? Ну, я бы я выдавал, сто-то-то, все-то. За мной меня вышел. Регистрация нужна, там, с работой проблемы будут. Тут прописать надо. Вот я его и прописал. Ну, то есть ты такой добрый взял, его прописал. Ну, а что у меня тогда с деньгами напряги были, работы не было. Что, деньги не помешают? А что ты из квартиры-то дёрнул? Что происходит? Да нифига себе. После того, как он пропал, баба какая-то заявилась с амбалом каким-то. Где Паша, Паша. Откуда я знаю, где Паша долбанный? Короче, понял я тебя. А что за человек-то этот Паша? Чем он вообще занимался? Да вроде как по шабашкам, там, сантехникой, там, мастер на час. А нет случайно каких-то контактов на него? Был один телефон. Ну, я ему звонил, когда он пропал, там, узнать, что, как вообще будет дальше жить. Нет. Телефон заблокирован, больше я не знаю ничего. Ладно, Аркаш, ты уж прости меня, что я так ломился. На самом деле, хотел поговорить с тобой, но что-то ты кинулся, и я у меня рефлекс сработал. Да все нормально, мы же теперь разобрались. Все, давай, счастливо. Извини, пожалуйста. Смотри, что-то тоже пытки оказался. Ну, видать, напугали его сильно. Свалить хотел. Да, вот, слушаю. Здорово, Феликс. Короче, только не удивляйся, пожалуйста, история такая. Этот Павел сантехник, мастер на все руки. Перекрылся, хрен найдешь. Поройся в кеше. Наверняка там двух, трех, четырех месячной давности какие-то объявления нароешь. Хорошо, работай. Все, давай, спасибо. Пока. А вот теперь поехали. У меня в блоге сотни, да что там сотни, тысячи сообщений от женщин, которые пострадали от своих бойфрендов, мужей. Всем вам помочь невозможно. Если случай не безнадежный, я даю совет. Но всем помочь нельзя. Поэтому этот вопрос принципиальный. Лучше я этого Павла найду и накажу. И объясню всем, как работает мошенническая схема. Чтобы вы, бедные женщины, в эти истории никогда не влипали. Короче, остается ждать результатов от Феликса. Я думаю, найдем. Феликс, конечно, компьютерный гений. Он умудрился по тем минимальным данным, которые я ему дал, вот в этом огромном потоке предложений сантехников по городу Москве выловить два, которые меня устраивают. Это два сантехника с именем Павел. Одного из них Елена узнала. Я уже вызвал этого сантехника провести кое-какую работу. Правда, на левый адрес. Это адрес моего знакомого. Он 100% не появится дома, потому что проживает за городом. Но для меня это возможность оказаться в нужное время в нужном месте. Короче, мои ребята уже в адресе, 100% его не упустят. Ну и я выдвигаюсь. Перейти сейчас про хиндея никакого смысла нет. Но поговорил я с Леной. Есть информация о том, что некий парень ее кинул. Мне жалко эту девочку, я все понимаю. Но это пока лишь слова. Разговаривать с мошенником нужно на языке аргументов. И с помощью аргументов отстаивать свои интересы и ситуацию в свою сторону склонять. А вот и двор моего приятеля Алексея. Именно сюда я заказал сантехника. Жень, что здесь происходит? Только что подъехал сантехник, зашел в подъезд. Подъехал своим ходом или у него машина? На машине подъехал. Вот первый универсал стоит во дворе в среднем ряду. И вот. Ага, все увидел. Ну раз подъехал, да еще и на машине. Значит, надо машину не упускать. Надо поставить на нее жучок. Теперь точно не потеряю, если дернет куда. А это, походу, он. Алло. Алло, здравствуйте. Это сантехник. Я по вызову приехал. Встаю перед ним. Кто не открывает? Вон в отеле. Ой, здравствуйте. Слушайте, такая ситуация получилась. Короче, я закрутился что-то на работе. И я забыл, что я вызывал сантехника. Ну как же не делается. Не собака бегает туда-сюда. Ну вы простите, но я правда забыл. Закрутился я. Все, до свидания. Смотри-ка, что. Обиделся. Ну ничего, на обиженных воду возит. А вот и наш сантехник. Смотри, смотри, он переодевается. Ну вот так вот. Рабочий день заканчивается в пять часов. Не сильно он переутрудился-то. Джисики надел. Все. Не сантехник, а франк. Правильно. Ручки вытереть надо. Лицо. Ну что, давай-ка погодим до этого сантехника. Ну так-то он никуда не оторвется. У него на машине метка стоит, и я его вижу. Вот куда он сейчас поехал после рабочего дня. Одел штанишки нарядные, рубашечку чистую. Поехал новую девочку разводить. Или сейчас домой приедет, приготовит себе картошку жареную. В любом случае, я считаю полезным поездить за ним и посмотреть, чем дышит паренек, с кем встречается. Вот как-то так. Так, ну похоже паркуется. Ребята, кто-нибудь проследите за ним. Вот интересно, он к какой-нибудь девушке приехал лапшу на уши вешать, или вот он к себе домой? Влад, квартиру выстрелили. Он на втором этаже своим ключом открыл. Все, принял. Оставляйте здесь людей, пусть наблюдает за человеком, куда ходит, куда ездит. Все, я поехал. Рано или поздно он себя проявит, и мы его хлопнем. Все, на сегодня хорош. Слежка за Павлом продолжалась целую неделю. И что мы выяснили? У Павла-то вполне плотный график. Днями он работает по основному профилю, шабашит по квартирам, делает сантехнические работы, при этом реагирует только на дорогие заказы или заказы от дамочек. А вот вечером он этих самых дамочек обрабатывает во всяких разных кафе и ресторанах. И, кстати, в параллели их целых четыре. А сегодня сто процентов состоится очередное выманивание денег. Мои ребята пасут его. И вот такое видео только что прислали. Я, конечно, понимаю, что город полон фриков, но вот таких, которые рисуют себе фингал под глазом, глядя в зеркало заднего вида, я думаю, единица. Думайте, что он делает? Он натягивает гипс. Ну, все понятно. Сегодня будет очередное представление по выманиванию денег. Давайте-ка прекратим этот цирк с переодеваниями. Поедем и разберемся с негодяем. Ребята, что бы ни происходило, за чувачком плотная слежка. Я выезжаю. Хорошо. А Елену вызовем по дороге. Так, судя по метке, это совсем рядом. Будем успевать. Ладно, прием. На свете. Павел паркует около парка. Отлично. Я недалеко и скоро буду. Так, надо позвонить Лене, чтобы она тоже вовремя туда приехала. Алло. Алло, Лена, это Влад. Здравствуйте, Влад. Лена, пожалуйста, бросайте все дела и на такси срочно подъезжайте к парку. Буду устраивать вам встречу с вашим возлюбленным. Да, конечно, я приеду. Все, до встречи. Паша такой хитрован, короче. Думает, что прилет в Пубен в большом миллионном городе. Ну, это такой вопрос, риторический, чистая теория. А вот тут-то и ошитер. Миша, я на месте. Что происходит тут? А, похоже, он окончивает новую жертву. А можно видео мне на мониторчик? Конечно, без проблем. Подключаю тебя. Давай-ка посмотрим. Миша. Да, да, Влад. Ну, а что звука-то нет? Тут расстояние такое приличное. Ближе к зайти не можем, полет. Давай подходи к Тахе, сейчас что-нибудь придумаем. Иду. У тебя стаканчик остался из-под кофе? Да, был где-то. Сейчас мы туда микрофончик ваткнем. Миша, микрофончик, стаканчик кидаешь в урну. Хорошо. Спасибо. Так, а мы микрофончик заканатим. А вот и звук пошел. Ты бы не могла бы мне помочь с этими 300 тысячами? Паш, честно, не знаю. Полина, мне очень надо. Мне как бы обратиться больше не к нам. Короче, один в один, как с Еленой. Те же разговоры. За неделю я решу все свои проблемы и вернусь со день на тебя. Ну, если на неделю, я, конечно. А девочка-то поплыла. Поплыла. Она ведь деньги ему сейчас даст. Она уже готова. Я могу написать тебе расписку. И бумажка есть? Да, конечно. Спасибо тебе большое, ты меня очень вручаешь. Да ладно, Павч, я же знаю, что ты бы то же самое для меня сделала. Так, подержи-ка. Ручку сейчас поищу. Осторожно, 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 зайчик. Ты чего? Напиши, так, по своей руке, хорошо? Расписку, говорит, напиши. Ручка-то бобо. Расписку не могу писать. Вот только крестик поставлю. Я не знаю, что у девочек в этот момент в голове. Чем они думают, вообще понять не могу. Делал в долг. 300 тысяч рублей. Мои паспортные данные, думаешь, нужно? Да, я думаю, нельзя. Ну, короче, тема-то движется к завершению своему логическому. Где же Лена, елки-палки, а? Ух, женщины. Алло. Лена, это Влад. Ну, вы где? Я уже подхожу. Лена, бегом. Тут уже все происходит, и я ждать уже дольше не могу. Рядом со входом. Еще не бегу. Увидите, короче. Да, бегу, бегу. Ну что, пойдем нахлобучим, негодяя. Пошли, пошли тогда. Пошли тогда до банкомата дойдем. Я снимусь. Да не за что. Здрасте, Паша, а я за тобой. Опа, опа, вы кто такие-то? Полина, они меня нашли. Ух, тихо, 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 тихо. Отпустил. Тихо. Пожалуйста, сейчас с ними деньги, с банкомата все отдадим. Полиночка, вы меня неправильно поняли. Да я никакой не коллектор. А ну, стой, не дергайся. Не дергайся, башку сейчас откушу. На самом деле, этот паренек просто решил вас кинуть. И деньги у вас отобрать. Вот и вся история. Что-то воронье, ты что гонишь? Рука, тихо. Что, тварь, не ожидал меня увидеть? Что, рука не болит уже? Думал, деньги украл, и все. На этом все закончилось. Что происходит? Это Паша, мой бывший парень. Это мой парень. Ну, сейчас он уже ваш парень. Он, наверное, вам тоже рассказал про кредит. Расписку уже написали за него? Крестик ставили? Ты что, обмануть меня хотел? Ты просто урожа. Да пошел ты вообще с своими деньгами. Ну-ка будь вежливой с девушками. Я помочь тебе хотела. Ты просто скотина. Ну, что, Паша, денежки будем отдавать. Какие деньги? Бери руки вообще. Вот тут такие. Бери свои камеры. Сейчас в полицию позвоню. Что за что? Конечно. Настройся, на разговор. Турик. Я что, с тобой буду нянькаться, что ли? Все, все, все. Ладно, хорош. Пошути. Хорош. Короче, слушай меня внимательно. Я все это заснял на видео. Всю твою схему, которую ты тут исполняешь. Сейчас вот Лена пойдет в полицию и напишет заявление. А я ей видос предоставлю. Только это длинный путь. Паша, сходи в джип за тисаком. Ой, 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 хорош. Какой тисак-то? Давай все, разговаривай. Что, нашлись денежки? Есть, мало, нет только. На карту могу перевезти. Отлично. Доставай. Клиент банка. 300. Переводи, переводи. 300. Готовы проверять? Да, деньги пришли. Ну вот, хорошо, Лена. Влад, спасибо вам огромное. Вы вернули мне веру в мужчин. Главное, Лена, не попадайтесь больше в такие истории. Спасибо вам еще раз. Огромное спасибо. До свидания. Я просто не закончил сейчас с вашим вопросом. До свидания. Счастливо, Лена. Что, все? Шутили и хватит? Какой ты шутник. Не так все быстро. Я тоже бужичок с юмором. Ты-то людей практически раком ставишь на полдороги, да? Ну и я тебе сюрприз приготовил. Гаси-ка камеры. Какой прыгкий оказался, а? Смотри-ка, что. Да, слушаю. Алексей Сергеевич, здравствуй, дорогой, это Влад. Да, привет, Влад, здравствуйте. Слушай, у меня для тебя там недвижимость одна в багажнике лежит. Недвижимость-то живая хоть? Да живая, живая, даже не переломанная. Надо, короче, упаковать его в праздничную упаковочку. Сможешь помочь? С армированием не будет. Обязательно, обязательно. Поможешь? Ну, конечно, какой разговор, подъезжай. Давай, минут через сорок буду. Доброго. Спасибо. Ну, вот так вот. Ну, если не понимает человек по-хорошему, надо его подлечить. Для этого и медицина есть. Миша, 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 выйди на связь. На связь, Влад. Позвони там ребятам моим. Помощь потребуется. Ясно. Все. Ну, а теперь поехали. Влад, что, далеко еще тащить его? Тяжелый. Да поставьте к дереву. Давай здесь. Ну, что, Паш, как себя чувствуешь? Достаточно унизительно. Вот так и люди, которых ты кинул, так же себя чувствуют. Эти девочки несчастные, они тебя любили, верили тебе. Деньги тебе дали для того, чтобы помочь тебе, дебилу. А ты взял их и кинул. Вот и почувствуй хоть на секунду в их шкуре себя. И не вздумай гипс грызть. Там армировано все. Наслаждайся. Эй, куда, парни? У меня что-то комары сожрут. Заберите. Пожалуйста. К тому? Прошу вас, парни. Эй, мужики, вы хорошие. Заберите, мы пошутили, и хватит. Пожалуйста, парни, парни. Стойте, стойте. Ну что, дело сделано. Негодяя наказали. Деньги с него получили. Баланс восстановили. А если серьезно, никогда, ни для кого не берите кредитов. Расплачиваться вам. Если уж вы даете кому-то деньги, то будьте добры. Осознавайте, что вы делаете. Оформляйте документы по всем правилам. Для того, чтобы можно было как-то отстоять свои интересы. Вот как-то так. Смотрите далее. Это все эфемерно. Ты деньги отправил на ветер. Сейчас начнут коллекторы долбать, стачку арестуют. В общем, слушай меня внимательно. Признай то, что тебя кинули. Сегодня будем говорить об очень неприличной болезни. Называется она инвестиционный трипер. По-другому назвать ее не могу. У меня более 5000 писем в блоге на эту тему. Обычно на такие письма я даже не отвечаю. Или кратко пишу, что помочь невозможно, извините, не мой вопрос. Но сегодня я решил встретиться с пострадавшим от этой болезни. Хочу на его примере вам всем показать, что болезнь эта не лечится. Что проще не вступать в эти отношения. Девиз. Здравствуйте, Влад. Здравствуй. Ну, хоть поручкаться за руку с настоящим брокером. Рассказывай, что у тебя за история про 500 штук. Ну, вот, меня, похоже, кинули, как я думаю. Нужен ваш совет, как профессионала. Я сам работаю таксистом. В интернете я нашел одного инвестора, так сказать, брокера. Так, солидный человек, профессионал. У него дипломы от Гарварда, вот, на странице. У него там, значит, он на Мальте был, на Балии был, на Мальдивах. Он там на яхте на фоне океана. В общем, такие красивые фотки. Вот. Я, в общем, лайкнул все там. У него там, ну, машина, тачка красивая. Он мне написал. Сам лично тебе. Да, представляешь? В директ. Представляете, да. Ты хочешь быть богатым, как я? Конечно, хочу. Он говорит, ну, вот, есть у меня два инвестпроекта, говорит. Давай, это самое, подтягивайся, что тебе будут хорошие проценты платить. И все сыты, и все довольны. Погодите, то есть он отдыхает, короче, на Мальдивах, да? А бабки крутятся, да? Да. И он выплачивает дивиденды. Да, дивиденды. Думаю, дай, почитаю отзывы, в общем, про него. Там люди вообще хорошие деньги, 600 тысяч заработали. А где ты отзыв нашел? Отзывы в интернете. Ну, там, на странице. Круто, чувак. Я ему решил это самое, перевести 20 тысяч рублей, сам решил у него кошелек. Через какое-то время, там, проходит, значит, три дня, он мне на мою карточку переводит 2000 рублей. 10% от суммы за три дня. Удачу за хвост схватил. Да, я спустя несколько дней перевожу уже ему на счет 50 в кошелек. Он мне спустя неделю выплачивает 5000 уже на кошелек. Ну, я вижу, все по-честному, все идет тип-топ. Я решил туда вложить еще 307 тысяч рублей. А где взял-то такие деньги? Большую часть суммы я взял в микрофинансовой организации. Остальные взял у знакомых водил, таксистов. Ну и что в итоге, да? Я жду неделю, две, три месяц, а его выплаты нет, и все глухо, вот. И я, значит, ему пишу, ну, раз нет процентов, тогда давай деньги назад. Он мне в ответ, значит, так напишет, нужно еще инвестировать 500 тысяч рублей, чтобы закрыть всю сделку, а потом ты снимешь все свои деньги. Влад, ну нет у меня 500 тысяч, помогите мне эти деньги вернуть 377 тысяч. У меня есть переписка с ним, есть звонки, есть сообщения. Нет, дружище, я не могу тебе ничем помочь. Ты даже этого человека не найдешь. Переписка, номер телефона, это все эфемерно. Ты деньги отправил на ветер. Но ведь там же отзывы были, там же было, он же все, у него гарвардский диплом висел на странице. Ты реально не понимаешь, что тебя кинули на входе. Тебе создали иллюзию красивой жизни. За три рубля сделали красивый аккаунт с хорошими фотографиями. Создали у тебя иллюзию, что все работает. Ты же сам отдал ему двадцатку. С двадцатки тебе обвернули две. Потом ты отдал полтос. С полтоса отдали пять. Вот как только ты заплатил, сколько там, 307 тысяч, да? Все, ты свою работу выполнил. Тебе, наверное, в ответ на деньги прислали в письме договор какой-нибудь, да, Трастовой? Там тебе дали аккаунт и пароль, правильно? Ты по этому аккаунту зашел куда? На сайте с картинками, где вот это нарисовано. Бегающие графики, ты там кнопочки нажимал. Это симулятор. Ничего этого нет. Сейчас начнут коллекторы долбать с какой-то временем. Тачку арестуют. В общем, слушай меня внимательно. Признай то, что тебя кинули, но руки опускать нельзя. Тебе нужно встретиться со всеми твоими дружбанами-таксистами, у которых ты денег занял. Написать им расписки, объяснить, что ты попал в такую дурацкую историю. И в микрофинансовую организацию выплачивать. И работать теперь тебе придется в два раза больше, чем ты работал. Вот такая у меня для тебя будет помощь. Все, Денис, впредь умнее будешь. Бесплатный сыр только в душеловке. Да, невеселая получилась история, но, на мой взгляд, поучительная. Каким можно сделать выводы? Но я бы хотел заострить ваше внимание на трех моментах. Первый. Вы разбираетесь в финансах? Отлично ориентируетесь в валютных парах? Разбираетесь в акциях? Нет, да? А зачем тогда вы туда полезли? Ну, сколько можно уже об этом говорить? Ребята, дорогие мои, не рубите в финансах, значит, 99% того, что вы деньги свои отдадите мошенникам. Вывод второй будет таким. Если кто-то вам обещает, что вкладывая деньги, вы не несете никаких рисков, все, говорите до свидания. Даже надежные банки всегда говорят о том, что любой инвестиционный вклад – это определенный риск. Те, кто обещают безрисковый доход – все, это прохидеи. И третий вывод, самый главный. Если вам кто-то предлагает отправить деньги на какой-то безымянный электронный кошелек или на карточку, скорее всего, левую, просто проститесь с этими деньгами. Я не вправе вам сказать, не отправляйте, это ваше решение. Просто вы должны знать, эти деньги уйдут мошенникам. И не надо потом присылать мне скриншоты переписок, зафиксированные номера. В интернете можно написать все, что угодно. Можно написать, что у тебя диплом Гарварда. Ты проверил? Нет. А надо было. Может, тогда у тебя подозревалка бы включилась. Короче, будьте осторожны с деньгами. Не стройте иллюзий, не рисуйте себе золотых гор. Зарабатывайте деньги своим трудом. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok